За месяц до смерти его. Он его видел-то раза два внука и все. А был очень счастлив. Он на фотографии-то веселый. Сагида Лопатина с болью рассказывает, как смерть мужа разделила жизнь их семьи на до и после. Теперь семья судится с двумя больницами, чтобы доказать, что жизнь Вячеслава Лопатина можно было спасти. Я один только вопрос задала заведующей больнице. Тут написано, что инфекция чувствительна к широкому спекту антибиотиков. И что ему вообще не капали антибиотики. Она просто промолчала и отвернулась. Прошлым летом Вячеславу Лопатину провели плановую операцию в областной больнице номер один. Как утверждает сын Вячеслава Алексей Веселков, медики слишком поторопились выписывать его отца. Начались осложнения. Он должен был, по идее, с моей точки зрения, да, допустим, да и экспертиза это подтверждала, что его выписали преждевременно. То есть он должен был находиться в медицинском учреждении до полной реабилитации. Затем Вячеслава Лопатина положили в Первоуральскую городскую больницу, где он скончался после пятой операции. Вот если бы мы этим не занимались, да, просто бы взяли человека, положили в гроб и похоронили, обмели метелочкой и все нормально. Но тот же факт остается фактом. Ошибок-то допущено море. Потому что безнаказанность, именно безнаказанность, она порождает, как сказать, порождает вот это халатное отношение просто к выполнению своих обязанностей. Была халатность или нет, и есть ли в смерти Вячеслава Лопатина вина врачей, теперь разбираются компетентные органы. Возбуждено два уголовных дела. А вот гражданский иск по возмещению морального вреда уже удалось выиграть в суде. Поскольку судебного решения на данный момент у нас на руках нет, не очень понятно, что именно суд счел доказывающим вину медиков, но факт остается фактом. И медики областной больницы, и медики больницы Первоуральска допустили ошибки при оказании медицинских услуг, в связи с чем майор Лопатин погиб. Соответственно, его вдова и сыновья имеют право на компенсацию морального вреда, который они и получили. Теперь больницы должны выплатить вдове 500 тысяч рублей, а младшему сыну 300 тысяч. Старшего Алексея Веселкова суд потерпевшим не признал. По документам Вячеслав Лопатин не был ему отцом, хотя и воспитывал мальчика с 7 лет и никогда не делил детей на родных и неродных. Алексей с решением суда не согласен и намерен его обжаловать. Кристина Сипьева, Сергей Шамет, Интера ТВ